Теперь в больнице Кыргызско-Турецкой Дружбе по инициативе главы государства будут проводить операции по пересадке печени. Сегодня и завтра проведут первые две операции. Отметим, что трансплантация органа будет проводиться за счет фонда президента. Первыми пациентами бесплатной операции по пересадке печени стали две крыгостанки. Сегодня трансплантацию органа провели 51-летний Айгуль Кудушевой. Как рассказала ее сестра Шербет Кудушева, женщина боролась с циррозом печени на протяжении 10 лет. И вот, наконец, благодаря инициативе главы государства у Айгуль появилась возможность бесплатной операции и шанс на нормальную здоровую жизнь. Моя сестра сама медик по профессии. Она болеет с 2013 года. Поддерживала свое здоровье сильнодействующими гормональными лекарствами. Моя сестра получила такую возможность. Одно из первых, потому что ее заболевание появилось неинфекционным путем. У Айгуль не имеется гепатитов В и С. Донором стала ее дочь. Мы, конечно, просим у Всевышнего, чтобы операция прошла успешно. От нашей семьи хочу поблагодарить руководство страны за такую возможность. Ведь операция за рубежом для нас была очень дорогой. Министр здравоохранения Алым Кадарбишин Алиев отметил, что более 17 тысяч каргастанцев страдают от болезни печени. И теперь все финансовые расходы на трансплантацию этого органа берет на себя государство под контролем президента Садыра Джапарова. Есть проживание, операции, расходы на медикаментозные лечения и дооперационные обследования и послеоперационные введения. То есть, примерно на одного больного будет уходить от 25 до 50 тысяч долларов. И я так думаю, сейчас мы в Ваше и Бишкеке, больные, которые нуждаются в пересадке печени, проходят обследование. Как только будет готово, будем делать операцию. В последующем тоже я утром Садыра Нургоджоевич позвонил, чтобы я сказал, все операции по пересадке печени будут тоже бесплатные и будет из фонда Садыра Нургоджоевича. Для проведения первой операции в Кыргызстан прибыла бригада турецких врачей во главе с ректором Турецкого университета Иньонюн города Малатия Ахметом Кызылаем. По словам ректора, 8 врачей прибыли в нашу страну для того, чтобы совместными усилиями провести первую такую операцию. Ранее мы обучили 70 специалистов из Кыргызстана в Турции. Из них 65 – это врачи, а остальные 5 – это медсестры и технические специалисты. Турецкие врачи показали кыргызским коллегам на практике, как происходит операция по пересадке печени. Поделились знаниями и опытом. Наша цель – это помочь кыргызстанцам бороться с этой страшной болезнью. О том, что в стране будет проводиться бесплатная трансплантация печени, говорил и глава государства Садыр Джапаров. Для начала этой программы из президентского фонда был выделен 1 миллион долларов. Выделенные средства были направлены на закупку и установку необходимого оборудования в больницу кыргызско-турецкой дружбы, чтобы обеспечить высокие стандарты качества и безопасности медицинских процедур. Также в Кыргызстане продолжается проведение операции по трансплантации почек бесплатно. Кроме того, планируется проводить пересадку костного мозга. Для этого кыргызстанские специалисты были отправлены в Турцию на обучение. Не все граждане Кыргызстана имеют возможность получить лечение за рубежом. Поэтому проведение таких операций в нашей стране позволит нашим гражданам лечиться, не выезжая из страны.